Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео поговорим с вами о обилии раков в нашей игре, откуда они берутся и к чему это приводит. Перед тем, как будем это делать, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Итак, ребят, в свое время, когда игра появилась, это было такое озеро, к которому стягивались люди для того, чтобы отдохнуть. Отдохнуть после работы, отдохнуть после учебы и, честно говоря, в то время никто не заморачивался по поводу среднего урона, статистики в игре в принципе не было и за ней никто не следил. И мы получали удовольствие от игры, такой, какая она есть на самом деле. Мы радовались тому улову, который мы получали, мы не расстраивались из-за того, что улов маленький, мы просто заходили в игру, играли и нам этого было достаточно. И мы ловили рыбу всеми подручными средствами, не имея большого количества премиум танков, не закидывая донат в наши дорогие удочки. Но нет, процесс эволюции не стоит на месте и начали появляться тем, кто эту рыбу ловит лучше, чем другие. И как же им выпендриться? За счет того, что они сидят на озере целыми днями. Они начали хвастаться своим уловом, они начали рассказывать по поводу того, что вы должны днями и ночами изучать историю происходения рыбы и как ее наловить огромный садок. Так вот, ребят, потом они начали хвастаться этим всем в соцсетях и начали пропагандировать факт того, что ваша статистика это действительно чего-то стоит. И именно тогда зародилось понятие раков. Именно тогда вот эти вот товарищи, которые составляют 2% от общего количества игроков, начали заниматься ребят. Чем? Правильно. Они начали заниматься высмеиванием тех, которые играют хуже, чем они. Не задумываясь над тем, что ребята играют хуже только потому, что играют час-два в день просто ради удовольствия. И вот эти ребята, которые играют час или два, они начинают расстраиваться, они начинают грустить. И на этом, ребят, приключения не заканчиваются. Приключения на этом только начинаются. Раков начинают пропагандировать как тех, кого необходимо высмеивать, проводя соревнования между самыми крутыми чуваками. И эти крутые чуваки потом за бабло начинают вам же рассказывать ракам о том, что вы обязательно должны разбираться во всех поплавках и скупить весь магазин для того, чтобы быть действительно крутым чуваком. И что самое парадоксальное, что этого им мало. И те товарищи, которые создали понятие раков, они начинают выпрыгивать из трусов из-за того, что надловили рыбы меньше, чем они ожидали и их статистика упала. Но мы-то ребята, которые просто играют для получения удовольствия, не должны потеть для того, чтобы эти ребята, которые потеют над своей статистикой, свою статистику поддерживали. Мы играем ради собственного удовольствия, чего я им искренне и желаю. Поэтому, ребятушки мои золотые раки, в первую очередь, нас больше, только 2% игроков в игре действительно являются игроками с высокой статистикой. Все остальные игроки 50%. Нас в принципе 14 игроков заходит в любой бой и 50% из них семеро проиграют. А значит наша статистика и должна быть в районе от 45 до 55%. И в принципе я не против статистов до тех пор, пока эти статисты, возвращаясь с рыбалки, не начинают рассказывать мне, что я должен собрать удочки и идти домой, потому что я плохо ловлю рыбу. Суть уловили, тогда играйте ради удовольствия и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, всех благ, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok